Что будет, если пофильтровать пепси-колу через самодельный фильтр? Останется ли хоть капля химии в этом напитке? Остал бы ты пить воду из такой реки. Собрать дешевый фильтр для воды сможет каждый. Давайте сейчас это сделаем и проверим, как он работает. Досмотрите ролик до конца, и вы увидите, что из этого получится. Итак, нам нужна обычная, только не стерильная, самая дешевая вата. Да? Кокосовый или березовый уголь, он дешевый и продается на развес сейчас в любом магазине, где продают фильтры для воды. Кстати, можно самим взять березовые брусья, сжечь их и образовавшиеся угли размельчить просто не до порошка, на маленькие кусочки. И они очень хорошо подойдут для того, чтобы фильтровать воду. Но, конечно, сейчас проще взять, купить готовый кокосовый уголь. И третий компонент, это обычный крупный песок. Мы его набрали на речке, его нужно промыть и прокипятить. Возьмем обычную пластиковую бутылку. Я сейчас использую литровую. В принципе, можно использовать и 5-литровую, и 10-литровую. Все зависит от того, какое количество воды вы в итоге хотите получить. И аккуратно по кругу отрезаем дно бутылки. В крышке нужно сделать небольшую дырку диаметром 1-2 мм. Можно сделать сверлом, а можно шилом. И, собственно, сейчас соберем сам фильтр. Для этого на дно крышки нужно положить немного ваты, которую мы заранее замочили в воде. И чуть-чуть ее утрамбовать. Сейчас давайте укомплектуем наш будущий фильтр. Слой за слоем засыпем то, что мы заранее приготовили. Сначала засыпем песок. Слой примерно 3 см. Затерзть сверху песка около 1 см. вата. И уже сверху ваты сыпем основной фильтрующий компонент. Это кокосовый уголь. 7-8 см. на 2-литровую бутылку. Сверху угля можно тоже немного положить ваты. И около 3 см. песка. Вот такой у нас получился слоеный тортик. Все, фильтр готов. И сейчас мы профильтруем воду, которую я набрал в речке. И посмотрим, что получилось. А пока мы будем смотреть, как вода фильтруется, я хочу объяснить несколько очень важных деталей. Поэтому будьте внимательны. От чего защищает такой фильтр? Вата задерживает крупные частицы, такие как грязь, ржавчина и так далее. Песок выполняет механическую фильтрацию, убирает мелкие частицы и муть. А активированный уголь эффективно удаляет из воды, во-первых, хлор, во-вторых, органические вещества, такие как растворенные пестициды, гербициды, в-третьих, неприятные запахи и привкусы, и в-четвертых, некоторые растворенные химические загрязнители. Но такой фильтр не защитит от бактерий и вирусов. Уголь может немножко уменьшить количество бактерий, но полной защиты он не дает. Но давайте не забывать, что питьевую воду, которую мы используем дома, хлорируют и в первую очередь для дезинфекции, то есть для уничтожения бактерий, вирусов и паразитов. Хлор эффективно убивает патогены, предотвращая распространение водных инфекций, таких как холера, дизентерия и других заболеваний. А если учесть, что фильтр, который мы сделали, прекрасно удаляет хлор, то на выходе мы получаем качественную, неизмененную, живую, что самое главное, полезную питьевую воду. А теперь один лайфхак. Хотя это и не обязательно, но если есть возможность, можете положить в банку с фильтрованной водой серебро, например, серебряную цепочку, ложку или монету. Серебро обладает сильными антисептическими свойствами, оно может убивать или подавлять рост бактерий, грибков или некоторых вирусов. Единственное, чтобы был 100% эффект, вода должна контактировать с серебром около 6-12 часов. Вот такая вода у нас получилась. Сравните, что было и что стало. Итак, какой можно сделать вывод? Можете смело использовать такой фильтр дома. Во-первых, на выходе вы получите качественную питьевую воду. Во-вторых, вы существенно сэкономите свои средства. Если сделать фильтр из 2-х литровой бутылки, то через него можно отфильтровать 120 литров воды. А что касается фильтрованной воды с речки, то я бы не рискнул ее пить, потому что она требует дополнительного обеззараживания от бактерий и вирусов. Как это сделать, я расскажу в отдельном ролике. А сейчас, как я и обещал в начале, давайте профильтруем пипсиколу и посмотрим, что из этого получится. Честно говоря, я очень удивлен. Не знаю, какой химический состав, но в результате получилась бесцветная жидкость, без запаха, без вкуса, очень похожа на воду. В общем, сами сделать можете вывод. Это фильтрованная вода с речки. Это фильтрованная пипсикола. Конечно, кто-то пьет кипяченую воду, кто-то бутылированную, кто-то фильтрованную. Это личное дело каждого. Но во второй части этого ролика я покажу, чем отличается кипяченая и бутылированная вода от фильтрованной. Результат вас может удивить. А также покажу, что находится внутри такого фильтра и как его можно усовершенствовать, чтобы получить качественную питьевую воду. Вас ждет много интересного, поэтому не пропустите вторую часть и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok